Добрый день, коллеги! Добрый день, гости нашего проекта! Я рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Меня зовут Оксана Лыса. Я сейчас в открытом звании старшего директора и в открытом звании золотого директора. Я из Украины. Мы живем в городе Черновцы. Есть, да, у всех слайдов? Хорошо, что есть. Так, скажите мне, есть у нас новички сегодня? Поставьте плюсики. Есть. И много, очень хорошо. А гости есть у нас? Есть люди, которые пришли сегодня первый раз, чтобы послушать о нашем проекте? Поставьте единички, пожалуйста, если есть люди, которые пришли первый раз. Очень хорошо. Очень много. Я думаю, вам будет интересно послушать о нашем проекте, послушать, как мы работаем в нашей компании и как мы зарабатываем. В общем, начинаем. План нашего вебинара такой. Знакомство. Дальше. Наша жизнь до проекта. Дальше. Как исполнить свои мечты с проектом. Суть проекта. Вы узнаете, откуда деньги в проекте. Что нужно делать. Как нужно обучаться. И многое другое. Так. И также, что мне дал проект экспресс-карьера. И бонус. Это для самых терпеливых. Кто дождется до конца проекта, тот узнает о бонусе нашего проекта и как его получить. Это моя семья. Я нахожусь сейчас в декретном отпуске. Девочки, кто не слышит, не видит, перезайдите, пожалуйста, или зайдите с другого браузера. Я сейчас нахожусь в декретном отпуске. Третий раз. У меня замечательных три доченьки. Александра, София и Варвара. Старшие девочки 5,5 лет. Потом Софии 2,5 года. И самой маленькой 1,5 месяца. Я в декретном отпуске и предприниматель. Замечательно работаю в нашем проекте. Дети ничего не мешают. Если кто-то говорит, что не могу работать, потому что у меня дети, никому не верьте. Потому что мой девиз, я работаю, потому что у меня дети. Они не получаются из-за того, что дети. Дети не помеха. Дети только нас мотивируют и продвигают нас к успеху. Я предприниматель компании «Рифлейм». Это документ, который это подтверждает. Это выписка в Украине. Это называется выписка с единого реестра юридичных осіб та физичных осіб предприемцев. Вот тут у нас есть бегунок, где вы можете приблизить. Там моя фамилия, Лыса Оксана Николаевна. Я уже год как оформила предпринимательство и получаю зарплату на расчетный счет в банке. У нас в проекте все легально. Зарплата белая. Все выплаты осуществляются на расчетный счет в банке. Никаких электронных кошельков, никаких киви-кошельков. Все легально. Вся зарплата на счет в банке. Давайте я расскажу вам немножечко о себе, о своей жизни до проекта. Я закончила колледж и институт торгово-экономический. Специальность у меня бухгалтер. И много у нас есть бухгалтеров в нашем проекте и, скажем, и других специальностей. Но бухгалтеров почему-то очень много. Даже наш основатель проекта Анна Черна тоже бухгалтер. Работала я, будучи еще на третьем курсе, сначала в колледже, где я училась. Я работала лаборантом, открывала-закрывала аудитории перед занятиями, работала с компьютером, печатала лекции, печатала разные программы для работы преподавателей. Немного было тяжело учиться и работать, но я вышла замуж, будучи на третьем курсе, и колледж предоставлял общежитие нам. Для работников предоставлялось общежитие, поэтому работала, и мы жили в общежитии. На этой работе я проработала полтора года, и с нее же первый раз ушла в декрет. Из-за этого нам пришлось перейти на съемную квартиру и покинуть общежитие. На съемной квартире было, конечно, немножечко трудновато, потому что жили только на зарплату мужа, платить было дорого по сравнению с общежитием. Хоть моя зарплата тогда и была небольшая, на то время 600 гривен, это по тому курсу не было даже и 100 долларов, но из-за того, что общежитие было почти бесплатно, нам этих денег кое-как хватало. Ну и, скажем так, у нас было еще двое, детей не было, в общем, хватало от зарплаты до зарплаты, скажем так. Когда мы уже пошли на съемную квартиру, было немного трудновато. Многие, конечно, меня поймут. И когда дочке выполнилось два годика, она пошла в садик, и я занялась поисками работы. На прежнюю работу я не могла выйти, так как можно было выйти только после трех лет моей дочки. Значит, нужно было еще год ждать. И я занялась поисками работы. Сначала наивная, конечно, была, искала работу по специальности, звонила, читала объявления, разные искала. Но, как все знают, кругом хотят со стажем работы, особенно бухгалтерам, только стаж три года работы, не меньше. А еще, когда слышу, что маленький ребенок только пошел в садик, то вообще никаких разговоров о работе и быть не может. Тогда я уже искала любую работу, какая попадется. И тут наткнулась на объявление, недалеко от нашего дома, в магазине нужен был продавец. Я пошла туда, и так я оказалась на работе в продовольственном магазине продавцом. Вот, видите, здесь на фотографии. Работала продавцом, по совместительству игрушек, скажем так, потому что выкладывала весь тот товар, и в магазине были не только продукты, но и алкогольные напитки, поэтому полные эти тележки алкоголя вывозила, эти ящики все таскала. В общем, работа, скажем так, не из легких. Вот именно, печально, но пошла, куда взяли, и еще и очень была благодарна работодателям за то, что они взяли меня на эту работу, потому что там продавцы работали через день с 8 до 8. Мне не получалось работать по такому графику, потому что муж у меня работал до 6, и он не успевал забирать ребенка с садика. Поэтому я еще и попросила немножечко подстроиться под меня, и они подстроились. Я работала с понедельника по пятницу, с полдесятого до полшестого вечера, чтобы можно было забрать ребенка из садика и на выходных быть дома. Я, конечно, очень благодарна была им за это. Хоть и тяжело было, но, конечно, за то, что они пошли мне на уступки, это мало где есть. Я была им за это благодарна. Проработала я там год, и опять пошла в декретный отпуск. Еще до родов мы купили ноутбук, и я уже тогда занялась поисками дополнительного заработка в интернете. Искала, искала, ничего подходящего не находила. Скажем так, какие-то там шариковые ручки, это все, какие-то конверты запечатывать, но это все не впечатляло, и я не обращала даже на это внимания. Поиски мои были долгими, и уже я и родила, дочке второй было 5 месяцев. Поступило мне в соцсети одноклассники такое интересное сообщение. Предлагали мне работу в сети интернет, без вложений, как все знают, и запросили мою электронку, чтобы выслать мне дополнительное письмо о работе. Я, конечно же, была очень рада, радости моей не было предела. Я выслала свою электронку и получила письмо. Но что же я в этом письме увидела? Увидела, что это работа с Арифлейн. Конечно же, немного это меня настораживало, но все же я дочитала письмо до конца, вникла в суть и поняла, что суть есть привлечение людей в компанию, а не продажи, как мы это все знаем. Это был современный Арифлейн, это была работа в интернете. Мне предлагали работу в интернете, в компании Арифлейн. Мы все знаем, что в современном мире большие деньги платят за рекламу, а за рекламу в интернете деньги платят очень большие, потому что здесь реклама в интернете, нет растрат этих дополнительных на билборды, на эти все газетки, объявления. Нет на это растрат, поэтому и большие деньги. И это, конечно же, в наше время нормально, так как же и телефон без проводов. Когда вышли первые мобильные телефоны, это как-то не могло вложиться в нашей голове, как это телефон, можно положить в сумочку или в карман, и можно по нему позвонить, чтобы это не был телефон с проводами, и что можно пользоваться им, где захочешь. Так, это сейчас и работа в интернет, это есть совершенно нормально и совершенно легально, скажем так, относительно нашего проекта. Это есть норма, и норма зарабатывать 2000 долларов, а не 200 долларов, как мы все привыкли, а на нынешнее время в большинстве даже нету и 100 долларов зарплаты, что очень печально, потому что цены европейские, а зарплаты мизерные, скажем так. Но в нашем проекте, скажем так, зарплаты европейские, и я этим очень сильно горжусь. вот поставьте себе вопрос, зачем вы здесь. Если вы хотите зарабатывать, не выходя из дома в интернете, и при этом, чтобы шел стаж, и работа была официальной, то вы попали в нужное место. Это именно то место, где вас ждут. Вероятно, вы много слышали о работе в компании Reflame, но раз вы до сих пор не стали заниматься предпринимательством в этой компании, значит, вам никто не объяснил, что здесь есть совсем другие возможности. Эта работа не связана с продажами и беготней с каталогами, как мы все привыкли видеть Reflame промо-стойки, разные организации опросов, на улице приставания к людям, это все не о нас, мы всем этим не пользуемся, это для нас табу, и приглашаем вас на работу в интернет. У нас информационная работа и ведется она только в сети интернет. Мы разработали и испытали эту систему работы на себе и с уверенностью можем сказать, что выполняя наши рекомендации, а это элементарные действия, о которых я вам расскажу позже. Уже за полтора, за полгода, за год, у кого-то больше, вы выйдете на доход от 500 долларов. Я это испытала на личном опыте. Скажу вам так, что 6 месяцев работы это мизер по сравнению с тем, что мы ходим на работу 40 лет и в итоге наша пенсия, которая сейчас 50 долларов, скажем так, это очень тяжело осознать, что вы ничего не получаете за свои труды, которые были 40 лет, вы трудились, а в итоге за это ничего не получаете. Ничего за это не получаете. Очень это печально. наша работа состоит из таких трех китов. Это первое обучение, второе личное потребление и третье это рекрутирование. Сейчас объясню вам в чем все это заключается. Первое это обучение. Обучение заключается в получении рассылки на электронную вашу почту приходят письма с информацией различной. Также это посещение вебинаров таких же как и сейчас. Вы находитесь в комнате, слушаете докладчика, учитесь, никто вас не видит, никто вас не слышит, очень удобно. Также таким образом мы организовываем школы новичка, на которых вы можете пройти за несколько дней обучения. Это занимает неделю-две и вы уже разбираетесь в проекте и научились работать за такое короткое время, а не так, как мы учимся в институте пять лет и в итоге не можем найти работу еще и по специальности, а кто и нашел, то получает копейки, скажем так. Здесь можно пройти обучение за неделю-две и полноценно работать. Также обучение еще заключается в вашем плотном общении с вашим спонсором. Спонсор это человек, который вас пригласил в проект, когда вы пройдете регистрацию, кто уже прошел, тот знает, этот человек с вами свяжется и научит вас работать на личном опыте, передает вам свои знания, свои инструменты и знакомит вас с командой, знакомит вас еще с вышестоящими лидерами, которые тоже всегда оказывают поддержку и помощь. Второе это личное потребление. Личное потребление заключается в том, что вы меняете обычный магазин на в свой интернет-магазин, в котором вы заказываете продукцию по скидке 18% и также у вас есть возможность участвовать в различных акциях и программах компании. Что заключается в личном потреблении? Это вы покупаете себе по мере необходимости товары, которые вы и так покупаете каждый месяц. Это шампуни, это зубные пасты, мыло, гель для душа. Все это мы и так покупаем каждый месяц в магазине, в котором нам дают максимум скидку, какую-то дисконтную карточку 5-10% и то 10% это потолок, скажем так. А здесь у нас скидка постоянная 18% и она еще и растущая скидка. Это если даже вы не краситесь, не пользуетесь косметикой, то все равно товарами гигиены, средствами гигиены вы все пользуетесь, всеми моем голову, всеми чистим зубы, иногда можно побаловать себя каким-то парфюмом, все это для нас знакомо. В этом и состоит личное потребление. Приведу вам пример, если вы имеете свой магазин, даже тот же продовольственный, вы будете покупать все в нем, вы не пойдете ведь своему конкуренту покупать там хлеб или какую-то крупу, вы купите все в своем магазине. Что говорить в своем, даже вот я работала в продовольственном магазине, я была простым наемным работникам. И все равно, когда вечером иду домой с работы, покупаю там же и хлеб, и масло, там все, что нужно домой, я покупаю уже там на месте, где я работаю, не иду уже в какой-то магазин еще по дороге. Дальше. Третье это рекрутирование. Рекрутирование это привлечение людей в нашу компанию. привлечение людей в нашу компанию, в наш проект, в свою структуру. За что же нам платят деньги? Вот здесь на слайде вы видите бухгалтерскую справку мою, которая приходит с компании, когда приходит зарплата. Справка за три недели, вот вы видите с 16.02 по 8.03 это три недели я получила зарплату за привлечение потенциальных покупателей товаров. Нигде здесь не говорится о продажах, о распространении, а зарплата за привлечение потенциальных покупателей, то есть за привлечение потребителей в компанию, скажем так, для потребления товаров лично. я получила зарплату 6461 гривну 34 копейки, что на то время, вот это была зарплата 8 марта как раз 2014 года, просто справка сохранилась, это у меня и я этот скрин показала, сейчас у меня зарплата больше, я покажу ее позже, это был уровень у меня старшего менеджера, даже еще не директора, я вышла на уровень 22%, уровень старшего менеджера, зарплата на то время это было почти 1000 долларов, где-то 800 долларов, это за 3 недели, если за месяц, то 1000 долларов, вот, такая у нас зарплата, все это легально, как видите, бухгалтерская справка и мои документы о предпринимательстве это подтверждают. В чем же заключается наша работа? Как я уже говорила, работа заключается в привлечении людей в компанию, в проект, мы даем информацию в интернет большому количеству людей о возможности заработка в Арифлейм, как это происходит, мы даем информацию через социальные сети, через доски объявлений, в социальных сетях мы и так все состоим и постоянно там сидим, возьмем самые популярные это ВКонтакте, Одноклассники, всегда сидим там, всегда смотрим какую-то информацию, какие-то ролики, что-то ищем, фотографии друзей смотрим, участвуем участвуем в разных опросах, это все мы и так делаем повседневно, чтобы скажем так отвлечься, и проходит не один час за этим, а еще и затягивает нас в разные игры, сидим играем, час, два, три, а то и больше, а то и уже и до полуночи это затягивается, но это все бессмысленно, я этим тоже когда-то занималась, и была у меня ферма, я была там уже мега фермер, скажем так, мне сейчас это уже смешно даже об этом говорить, потому что меня это совсем не интересует, я просто понимаю, что я зря тратила свое время, зря тратила свое время, еще раз повторю, сейчас работая в интернете 2-4 часа, скажем так, это каждый себе выбирает сам сколько работать, можно за это получать хорошие деньги, будучи в нашем проекте, и не играть в фермы, а играть в реальную игру, игру, которая называется деньги, чем мы сейчас и занимаемся. Как же быстро можно выйти на зарплату и на какую зарплату? Вот, допустим, рассмотрим пример, допустим, вы зарегистрировались в первом каталоге, во втором каталоге у вас появилось двое активных людей в структуре, которых вы зарегистрировали, с которыми вы плотно общаетесь, учитесь, учитесь человека, учитесь вместе с ним, скажем так, за третий каталог еще двое людей, уже четыре, в четвертом каталоге еще двоих вы пригласили и уже ваши люди, ваши новички, скажем так, начали активный рекрутинг и тоже уже появились у них активные люди, и вот так с каталога в каталог ваша структура растет и в 11 каталоге вот уже можно получать зарплату 700 долларов, это вполне реально, а еще и у нас премии за разные уровни в Украине с 12% премии в других странах с 9%, все очень интересно, все очень замечательно, компания все выплачивает, ничего не задерживает, зарплата всегда вовремя, премии все выплачиваются, где есть еще такая работа, девочки, на какой работе, скажем так, по найму платят еще нам премии, если что-то и дадут перед Новым годом, то будем еще год слушать за ту премию, что нам выплатили, лично я, будучи на работе продавца, только всегда недостачи оплачивала, потому что магазин самообслуживания вечно что-то пропадало, и все это ложилось на плечи продавцов, а здесь мы работаем на себя, о чем я очень всегда мечтала, никогда не хотела я работать по найму, всегда я хотела работать на себя и получать зарплату без начальника и, скажем так, без будильника работать. Вы будете здесь выполнять простые действия и получать за это хорошие деньги, скажем так. Почему Арифлейм? Вот зададим себе такой вопрос, почему Арифлейм? Вот вам ответы на них. Это шведская компания, она основана в 1967 году, уже 47 лет на рынке Украины, компания более 1500 наименований продукции, очень разнообразный ассортимент, очень замечательного качества, продукция вся сертифицирована, это одна из наиболее динамично развивающихся косметических компаний в мире, по сравнению с другими компаниями. компания предоставляет пожизненную скидку от 18%, 18% это минимум. Также компания нам дает возможность строить бизнес, передающийся по наследству. Бизнес, который мы можем передать по наследству. Об этом я вообще даже и не мечтала, скажем так. Вы работаете в компании, вы строите бизнес и уже с уровня золотой директор вы можете передать свой бизнес по наследству своим детям. Я вот, скажем так, работаю на себя и на своих детей. Вот здесь как раз дети и есть мотиватором нашей работы. В нашем проекте и в нашей компании неограниченный доход, можно расти по лестнице успеха, начинают консультанта и выше, и выше, и выше. Это вы уже сами себе выберете и когда ознакомитесь с нашим маркетинг планом. Путешествия за счет компании по миру, также компания нам предоставляет путевки для путешествий на разные конференции в различные страны раз в год, а уже на высших званиях и два и три раза в год. также у нас есть программы в Украине пока нет, ждем с нетерпением этих программ, но в России уже есть программы с определенного уровня можно получить автомобиль, а также получение ипотеки по очень выгодным процентам, что сейчас вообще нигде не найдем. основатель нашего проекта Анна Черна уже в этом году получила автомобиль Volvo от компании, мы очень за нее рады и нам есть к чему стремиться. Скажите, девочки, где вот есть еще такой да, вот Аня пишет, что есть еще в команде авто. Вот, замечательно. на какой работе дарят авто, девочки, скажите, на какой работе вам дадут ипотеку под выгодный процент? С зарплатами, какие мы получаем на наших работах, скажем так, на дядю, нам даже с теми зарплатами ипотеку никто и не даст, и никто в нашу сторону даже не посмотрит в банки, никто. Вот, вот именно, девочки, нигде, нигде нет таких замечательных программ и такой замечательной работы, как здесь у нас. И это все реальность, я все это испытала на себе, я всегда знала, вот, что моя жизнь должна измениться к лучшему. вот, хоть и мы живем на съемной квартире, у меня, у нас есть дом в селе, это родительский дом, есть дом в селе, но я всегда знала и всегда говорила даже своим родственникам, что жизнь поменяется и в лучшую сторону. Вот, на этом слайде мы видим, почему наш проект? Наш проект, потому что в нашем проекте есть командная помощь, это первое. Все друг другу помогают, все, никто никому не завидует, все замечательные люди, все замечательные коллеги, никто не делится, кто директор, скажем так, как на обычной работе, кто скажем так, главный, кто нет, у нас здесь все главные, все коллеги, и все друзья, и все одна семья, у меня есть замечательная команда, с которой мы общаемся каждый день, и переписываемся, и созваниваемся, и это очень замечательно, потому что мы уже все как одна семья. Также простые действия, в нашем проекте, в этой работе, только простые действия, самые простые, о которых я уже говорила, только главная систематическая работа, каждый день от двух часов работы, вы выполняете элементарные действия, система работы, у нас уже налажена система работы, которая приносит нам доход, также быстрый рост, благодаря командной помощи, командной работе, у нас быстрый рост, а также в итоге высокие доходы, высокие доходы, которые уже многие компаньоны нашего проекта уже получают эти доходы, и я в том же числе. Дальше, что дает нам Арифлейм? Арифлейм нам дает в первую очередь продукцию стопроцентного качества. Это она проходит тестирование продукции. Это натуральная косметика на основе только натуральных трав и растений. Это косметика, которая вся сертифицирована. Каждый продукт прошел тестирование. Также наша продукция не тестируется на животных. Это имеет очень большое значение. Может кто-то и не задумывался над этим, именно над этом пункте тестирования на животных. Я лично уже задумываюсь, потому что даже если в интернете множество роликов посмотреть, об этом это просто ужасно. Это просто издевательство. Я думаю, что это важно. Как вы думаете, важно это или нет, что продукции не тестируются на животных. Важно, правда? Вот, и я также думаю, потому что животные, они тоже живые и очень больно на это все смотреть, как на них это все тестируют. Также дальше наша продукция, наши аэрозоли, они безвредны, они не разрушают озоновый шар. Это тоже немаловажно. И также все пакеты и все упаковки нашей компании, они все безвредны, они все попадая в нашу землю, они все разлагают за пару лет и без вреда для нас и для нашей среды. Я также считаю, что это очень важно, потому что та же пластиковая бутылка, которая попадает в землю, она очень долгое время разлагается и очень вредит нам, а также и всему живому, скажем, на земле. Что же еще дает нам наш проект и наша компания? Наш проект также дает нам признание. Признание в чем? В чем оно состоит? Признание нашей команды, это в первую очередь, а также каждый год компания организовывает банкет директоров. Вот на этом слайде вы видите банкет прошлого года, 2014-го. Здесь основатель нашего проекта Анна Черна с мужем, а также наши команды интернет-проекта, команда России выше и ниже команда Украины. нас уже очень много, это было в прошлом году, в этом году я тоже обязательно поеду на банкет и нас уже будет намного намного больше, я думаю, что уже на одной фотографии все и не поместимся, так что это очень-очень для нас важно и немаловажно. Также компания предоставляет, как я уже вам и говорила, поездки, это лайнер мечты, была золотая конференция в прошлом году по трем странам, тоже наши золотые директора, с уровня золотой директор, это конференция, наши золотые директора были, там и очень все под впечатлением путешествия неделю за счет компании, все за счет компании. Также Анечка наша черная была, вот только вернулась с конференции Сингапура, тоже все за счет компании, все в лучших отелях, все на высшем уровне. Это, я говорю нам, это даже все и не снилось. Что же мы приобрели с проектом? Первое, что мы приобрели с проектом, это качественную продукцию, как я уже говорила. Вот это я хочу вам похвалить за то, что именно я приобрела. Как каждая женщина и девушка, скажу вам так, я всегда мечтала о косметике, о разных парфюмах, чтобы он был не один и только на 8 марта в подарок, а чтобы можно было выбрать себе, чтобы, скажем так, не трястись над каждой копейкой и не экономить на этом. Это я приобрела. Сейчас я уже, будучи в проекте, я могу себе позволить купить все, 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 что хочу. Из каталога могу все, что мне нравится, все себе заказать в любой момент. Также у нас есть замечательные витамины, которые мы все пьем. И муж, и я, и наши детки, они очень хорошие, я даже при беременности принимала и показывала своему врачу, она была в восторге от состава наших витаминов, и они дали замечательный результат. также что же мы купили благодаря компании за год, за год, за который я уже открыла предпринимательство и получаю зарплату. Вот, мы купили ноутбук, также мы купили электромясорубку, я давно о ней мечтала, мы купили холодильник, мы купили мужу телефон и купили пылесос. Это, скажем так, такие бытовые вещи, но они, скажем так, мы себе не могли их позволить. Вот, чтобы пошли себе и купили, что захотели, пошли в магазин и купили. Сейчас это все реально и все у нас уже есть. Также наши самые меньшие доченьки Кристины мы отпраздновали в таком ресторане, замечательном ресторане, куда мы пришли как и гости, ни о чем не переживая, ничего не готовя. Я только пошла себе в парикмахерскую, сделала прическу, и мы пришли в ресторан, чтобы отпраздновать, скажем так, наш такой праздник небольшой Кристины нашей дочери. Раньше мы этого не могли себе позволить. Старших дочерей мы крестили дома, готовились дома, и это было все, скажем так, долго, утомительно, и для меня лично это не было никаким праздником, потому что я бегала только с тарелками и ждала только конца этого праздника. И, конечно же, ни о какой прическе речи не могло идти, потому что на это просто времени не хватало. праздник отмечuria на это не как праздник, но мировые ...это квартальный акт за 3 месяца, за 4 квартал. Моя зарплата составляет 42 473 гривны и 5 копеек. Это в долларах где-то 2830 долларов по нынешнему курсу. Так, видно всем коллеге слайд? Да, и мужчины тоже, конечно. Просто привыкла, что у нас большинство женщин. Надо отвыкать, потому что сейчас мужчины тоже пошли хорошо в наш проект. Еще получила премию вторую директорскую. Кто хочет такую зарплату, скажите мне, пожалуйста. Хотите такую зарплату, коллеги? Все хотят, конечно, все хотят. Замечательно, замечательно. Скажите, пожалуйста, где на работе по найму сейчас в наше время, где платят такую зарплату? Да, нигде. Честно, нигде. А если где-то и платят, то это зарплата черная и в конверте. Хотя сейчас уже и в конверте нету такой зарплаты. А в нашем проекте есть. И все, все абсолютно легально. Я очень-очень благодарна жизни и благодарна основателю проекта Ане, что я попала в этот проект, что я могу осуществлять свои мечты с этим проектом. Это для меня очень важно и для моей семьи. Вот. Мечтали ли вы об этом? Скажите мне, пожалуйста. Вот зададим себе такой вопрос. Это жизнь по шаблону государства. Государство нас зомбирует и составило нам шаблон, по которому большинство из нас живет. И мы так жили, скажем так. Это детский садик, денег нет. Также школа, денег нет, потому что еще мы не зарабатываем. Но у родителей, скажем так, тоже денег нет. В институт денег нет, потому что зарабатываем, но очень мало, если где-то подработка есть. Работа, также денег нет. Или есть зарплата на работе, которая минус. Это если не хватает до зарплаты, и мы еще занимаем немного. Или зарплата в ноль. Это если хватает с натяжкой от зарплаты до зарплаты. Но никак не в плюс, потому что с той зарплаты отложить, естественно, ничего нельзя. Дальше, через 40 лет работы, у нас пенсия, на которой тоже денег нет. И не будет, скажем так, потому что пенсии очень у нас мизерные, что очень печально. Скажите, вы об этом мечтали, о таком шаблоне нашей жизни, который нам придумало наше государство еще с советских времен? Конечно же нет. Конечно же нет. И все мы знаем, что это не выход жить по такому шаблону. Поэтому в наш проект идут и студенты, и мамочки в декрете, потому что пособие на детей очень маленькое, а то и совсем его нет. И пенсионеры. И очень успешно сейчас в нашем проекте, скажу вам, работают даже пенсионеры, которые и, скажем так, не знают компьютера, они изучают все с нуля и выходят на очень хороший уровень. Пенсионеры очень ответственные, очень целеустремленные, и они хорошо идут к своей цели. Это уже тоже проверено. Так что в нашем проекте нету никаких ограничений. В возрасте нет ограничений, скажем так. В социальном статусе нет ограничений. Да, нет ограничений ни в чем. Поэтому... Нам надо менять свою жизнь для того, чтобы не жить по этому шаблону. Мои цели. Вот, как и у всех нас, у меня есть мечты, а сейчас они превратились в цели. Это цели, которые я смогу осуществить в ближайшее время, которых я смогу добиться. Это за ближайший год я закрою звание старшего директора и звание золотого директора. Также открою звание старшего золотого директора и открою звание со первого директора. Также в ближайшее время, в год-два, я куплю дом, а также автомобиль. В ближайший год ждет меня три премии. Премия за старшего директора это полтора тысячи долларов. Премия за золотого директора две тысячи долларов. И также премия за старшего золотого директора три тысячи долларов. Это все премии, которые обязательно мне компания выплатит. Замечательно это получать такие премии, как и все, я их с нетерпением жду. И нигде, ни на какой работе таких доходов вы не увидите. Скажите, есть такие премии хоть на какой-то работе по найму? Нет, конечно же. Нигде. Нигде нет таких премий? Нет, естественно. Естественно. На множество работ вообще нет никаких премий, только штрафы. Вот я хочу еще раз показать документ, кто, возможно, пропустил, что я предприниматель. Это документ, который это подтверждает. Это выписка о предпринимательстве. Можно увеличить и посмотреть на мою фамилию. Еще повторюсь, подытожу. Вот действия конкретные, которые нужно выполнять, чтобы прийти к успеху и зарабатывать. Это первое, это пользование продукцией. Это мы должны покупать не в магазине, а в своем интернет-магазине в Арифлейм. У нас ведь есть свой магазин со скидками и с акциями. Также приглашать в свою команду людей, которые будут вас дублицировать и которые будут повторять те же самые действия, которыми научили вас и которые дадите им вы. И третье, это обучаться. Обучаться это очень важно, потому что чем быстрее вы научитесь работать, тем быстрее вы выйдете на свой доход. Нужно обучаться, читать постоянно письма, которые вы получаете по рассылкам. Также посещать вебинары или, возможно, если нет возможности посещать их онлайн, можно слушать их записи. И также плотно работать со своим спонсором, слушаться своих спонсоров и дублицировать его. И все у вас обязательно-обязательно получится. Также, если вы хотите отлично выглядеть, также зарабатывать больше денег для себя и для вашей семьи, проводить больше времени с семьей и друзьями, путешествовать по всему миру с семьей, достичь финансовой независимости и наслаждаться свободой, развиваться как личность. Хотя бы, если на один из этих вопросов вы ответили «да», тогда не откладывайте регистрацию. Все, кто пришел сюда, гости наши, не откладывайте регистрацию. Я думаю, что с сегодняшним своим выступлением я убедила вас в реальности нашего проекта, в реальности наших заработков. Поэтому после этого вам, после вебинара вы должны обратиться к человеку, который вас пригласил сюда и зарегистрироваться в нашем проекте. И бонус, который я обещала для самых терпеливых. Вот у нас самих терпеливых 526 человек. Это очень замечательно. Кто не дослушал до конца, будет иметь возможность дослушать записи. Бонус для самих терпеливых. После регистрации, после вашего активационного заказа, вам выдается сайт для работы. Готовый уже сайт. Ничего не надо добавлять. Ничего не надо, скажем так, влаживать свои средства. Никакие. Вам уже дается рекрутинговый сайт. Готовый со всей информацией, куда будут приходить регистрации, с которыми вы будете работать. Сайт замечательный. Все в нем есть. И совершенно бесплатно. Такого вы тоже нигде не найдете, потому что везде обучение только платное. И о сайтах никаких даже и не может быть и речи. Обращайтесь к своему спонсору или к директору, вышестоящему спонсору. И они обязательно выдадут вам такой сайт для работы. Обратитесь к своему спонсору, и он вам скажет, как его получить. И также анонс на завтра. Завтра в то же время и по той же ссылке, в 13 по Киеву, учите нас по Москве. Для вас будет выступать Татьяна Татаренкова в открытом звании, золотой директор, со своей историей и со своими навыками работы, со своей информацией. Большое спасибо всем, кто пришел меня послушать. Всем, кто дождался, кто не обращал внимания на технические неполадки. Это вам только в плюс, потому что в нашей работе такие качества, как терпение и выносливость, это первые. Всем большое-большое спасибо и до свидания.